Иногда из-за этого малюсенького нюансы все рассыпаются. Так, все, странный фон. Значит, властью данной мне БЖФРИКСами задаете вопрос от их читателя. Человек тренируется далеко от городов. И цивилизации. У него группа из белых поясов. Он сам, по-моему, синий. Он хочет прогрессировать. И спрашивает, как строить тренировку, чтобы прогрессировать в таких условиях, когда он тренер и ребят сильнее него вокруг особо нет. Ну, на самом деле, мне очень похоже ситуация. Я на знакомо. В свое время у меня даже была очень своеобразная история. Мы точно так же начинали году 2000, наверное, восьмом, седьмом, нет, не восьмом. В шестом-седьмом году, да, вот тоже возникало такое ощущение, что редкие приезды даже вразильцев, ну, таких могучих, типа ЗЭА, там, Макс Корвале, который старался, приезжал, давал техники. Но это происходило раз в полгода максимум. Нам этого, конечно, не хватало. Не хватало контроля регулярного за тренировочным процессом. И я начал искать какую-то программу. Мне тогда верилось, что некий Кюриковым программа должна дать мне вот такой шанс выпутаться из этой ситуации. Я, наверное, мыслил немножко категориями книги «Сто уроков самбо» Чумакова. Не Ване, а другого Чумакова. Но, тем не менее, я в своих поисках дошел до Карлоса Мачада, одного из братьев Мачада. Мы с ним, в итоге мы созвонились с ним, разговаривали. Он интересный дядька. Но я через какое-то время понял, что меня вообще фигово понимают. Мы говорим на разных языках. В конечном счете мы немножечко как-то не поняли друг друга совсем с его супругой, которые занимаются администрированием их школы. И пришлось мне прекратить эти попытки. Объясню, в чем была моя тогда идея. Я думал, что, может быть, мы будем получать некую программу от них, тренироваться по ней. Мы не можем туда приезжать чаще раза в год, наверное, потому что это Соединенные Штаты Америки. Будем отправлять им видео, которые будут контролироваться кем-то из его инструкторов. Будут даваться некоторые наводящие какие-то рекомендации. И мы будем использовать, периодически пересылать, опять же, по видео свои какие-то контрольные срезы техники. Они это будут контролировать. Им это тогда показалось полной пургой. В конечном счете, может быть, это так и было. Так сделали в Грейсе Юниверсити. И потом их очень много критиковали. Но, правда, в основном за выдачу поясов через интернет. Я думаю, они за саму как таковую вот эту систему. В общем, мне кажется, что отчасти вот эта тема может работать. Что люди получают некий набор базовых вещей, которые так или иначе фундаментальные вещи. Вне зависимости от школы. Ассоциации они похожи и примерно одинаковы. А инструктор может, посмотрев там видео и так далее, понять, как люди правильно, неправильно делают, что им подсказать. Но это очень медленная дорожка. По той причине, что придется смотреть очень много материала. Наверное, я не могу говорить про себя. У меня вообще дружеская атмосфера. У меня очень большой процент людей занимается вообще бесплатно. Я не делаю из этого какого-то бизнеса. Но для многих других инструкторов, да, даже у нас здесь. Это бизнес, это их работа. И вряд ли они смогут тратить такое количество колоссальное времени разбирать по видео вот этот, по сомнительному прогрессу вот этих ребят. За здорово живешь. То есть это все равно затраты. Не могу сказать, какие, потому что сам не имею к этому отношения. А при этом прогресс будет все равно очень медленный. Но как вариант, это если с кем-то удастся этим ребятам договориться запрашивать, грубо говоря, техники недели. У меня вот есть программа, допустим, на ближайшем неделе. Ничего не стоит ее отснять, людям отправить, выложить. Можно даже сделать это. Спокойно, за здорово живешь, отправлять сложного в этом ничего нет. И рассказать там детали и так далее. Но опять же, это недалеко уходит от YouTube джитсу. Потому что на YouTube вы можете найти кого угодно. Роджера Грейси, Роберто Эпплю Сайбурга, там, ну, кого хочешь вообще там. И посмотреть их очень подробно, instructional. Но все равно некоторые детали от вас уплывут. Вы начнете отрабатывать, грубо говоря, в каком-то цвете. Не будете подставлять локоть, а будете лежать на боку. У вас не будет у вас получаться. Инструктор должен ходить рядом и заметить то, что вы делаете вот эту какую-то лажу. Немножко туда тянете, подкорректируете. Иногда из-за этого малюсенького нюанса все рассыпается. Совет здесь. Ну, наверное, самым оптимальным компромиссным вариантом. Просто не назван город, да, я не могу понять удаление. Будем считать, что это не Марс все-таки, не Луна. Человеку, кто выступает в роли инструктора, придется взять на себя, наверное, такую мессианскую роль немножко. Все-таки собираться и раз, допустим, в месяц или там в какой-то, ну, четко определенный период приезжать и тренироваться, допустим, несколько дней с инструктором, которого он выберет. Взяв эти техники, да, записав для себя определенного рода программу, уловив нюансы, он эти техники может своим ребятам переносить уже там и контролировать до определенной степени их исполнения. Вопрос белые пояса, он белый пояс, это не имеет никакого значения, потому что если человек четко, хорошо усвоил фундаментальную технику базы в ее нюансах и может их проверить, проконтролировать, тогда прогресс будет. Чистое видео. Дальше он уже, наверное, может даже там по тому же скайпу еще чему-то общаться с инструктором, да, задавать какие-то вопросы. И это будут костыли, но это будут хотя бы оправданные костыли. Наверное, я бы выбрал таких других предложений, но мне трудно придумать. Приглашать кого-то это непродуктивно, люди хотят очень много денег за это. Страшно подумать, сколько хотят некоторые люди денег, потому что я выяснил, например, сколько предлагалось заплатить Филиппа Пенна за его кэмп. Я понимаю Филиппа Пенна, но сколько он предложил, это в принципе как-то в отрыве от реальности, что он, что еще некоторые люди. Ну, они, видимо, просто предлагали очень богатым ребятам, насколько мне известно, и, видимо, ощущали это, что они, те люди очень богаты по какому-то антуражу, по машинам, еще чему-то. Но все равно считать за дураков богатых людей тоже, наверное, глупо. Но предложение из серии там тысячи евро в день, это за пределами добра и зла. Поэтому найти какого-то хорошего инструктора за дешево не получится, выписать из Бразилия в холодную Россию. А найти какого-то дурака, да, оно надо еще и тратить на него силы и время, и деньги, чтобы выяснить потом, что он полный дятел. Поэтому лучше всего, наверное, выбрать инструктора, до которого сам их тренер, их инструктор этого клуба, и энтузиаст, видимо, основной все-таки, тот стержневой человек, может добираться до туда, и тогда уже ему периодически приезжать, брать для себя определенного рода программу, однообразную программу, максимально оторванную от всяких фэнси-шит, которого, знаете, с кучей всяких невероятных техник, да, простые, четкие вещи, как нарабатывать, как это дрилить, перенять немножко методику, копировать все, начиная от разминки, заканчивая дрил-классами. И тогда, ну, ребята самостоятельные прогрессы однозначно будут. Все так или иначе начинали, многие-многие. Роберт Сайборг рассказывал нам как-то, что вот, когда он приезжал в Москву, что он же тоже тренировался где-то в жопе мира, далеко вот, где-то, по-моему, Амазонис. То есть он жил реально на периферии Бразилии. Возможности у него особо не было ездить за 3-9 земель куда-то там, и он приезжал крайне редко. И тренировались они там сами, тоже небольшим коллективом. Но все-таки доезжали, набирали определенные техники, отрабатывали, грубо говоря, был на месте с ним материал, с которым поработали, набарывались, снова приезжали, снова несколько дневный какой-то такой для них мастер-класс, и они продолжали. Вот это наиболее, мне кажется, оптимальный режим. В противном случае это будет очень-очень-очень тяжело, криво, косо, и придется потом исправлять, а исправлять очень тяжело. Лучше сразу усвоить технику с наименьшим количеством косяков, чем потом, по прошествии пятилетки, уже там фиолетовым поясом вдруг начать исправлять какие-то базовые вещи, изуродованные лишь тем, что вы их изучали там удаленно, или как-то сами додумывали. Пожалуйста, это такое время. В общем, ездить в гости. Ездить в гости хотя бы изредка, и именно копировать, вот это такой хун-фу-стайл китайский, да, делай как я, повторяй за мной. То есть приезжать, смотреть разминку, смотреть дрилы, выяснять все нюансы, почему такой захват, а не такой, найти возможность с инструктором пообщаться, побеседовать. Инструктор должен будет понимать ситуацию, да, и поэтому с этим учетом этим людям давать. Пусть это даже будут персоналки, но все-таки это не такие объемы денег, да, если они приедут, например, в СДАСКО, если они приедут к Али, Магомедову, к Леониду, Котовскому, я не знаю. У нас очень много квалифицированных инструкторов, которые в состоянии дать хорошие, ну, хорошие, особенно базовые техники поставить вообще без вопросов. А ты? Я, я, ну, наверное, тоже, как бы трудно про себя не делать. Ну, в конечном счете у нас действительно много хороших квалифицированных инструкторов, которые, ну, знаешь, я не буду там кривить душой, там, несмотря на какие-то порой шероховатости в отношениях, там, сколько ребят из стрелы, да, приличных, очень серьезных спортсменов, там, преподает, показывает. Эти вещи, они присутствуют, ну, у них, можно сказать, такая прям спортс-франшиза, ну, в хорошем смысле. Их много, они есть в разных городах, там, они есть в Питере, что мешает приехать, например, там, Адик и Сайдер, да, позаниматься у него, там, ребят здесь. То есть, набираться этих техник, ну, это вопрос уже нахождения персонального контакта с инструкторами. Но люди в России, в Москве и в других городах однозначно есть очень приличные. Если это, например, Сибирь, то там вообще периодически появляется Макс Карвали, в общем, очень завидной регулярностью, и можно было бы прицепиться к этим ребятам, попробовать. Это должно помочь. Но вообще без какого-то контакта, скажем так, тактильного, добиться хорошего прогресса очень тяжело. Вот таким прям лютым самоучкой я бы не смог. У меня тогда не получалось, поэтому я запаниковал, вот это искал, вот эти все варианты. Это было все очень тяжело, очень было много ошибок. Потом появился, например, Кристиан в Москве, и у меня начался очень серьезный прогресс, потому что я реально получил возможность тренироваться у человека, который меня контролирует, который, говорит, «Миш, здесь не так, здесь неправильный захват, зачем ты сделал?» Он должен видеть эти нюансы. А до этого я знал эту технику. И, в принципе, казалось бы, что ничего нового мне не открывали. Но инструктор, тренер контролировал, отвечал и замечал, «Ага, вот это ты делаешь неправильно, наверное, потому что тебе неудобно, а попробуй вот так». И он находил для меня оптимальное решение. То есть важен тренер, причем не важен в данном случае порой его ранг. Никто не говорит, что обязательно нужно найти себе какого-то лютого черного пояса, чемпиона, который еще порой двух слов связать не может. Может, вы найдете там фиолетово-синего пояса, очень хорошего, одаренного, который вам эту базу сможет прокомментировать, поставить. Никто не говорит, что обязательно вот этот цвет тряпки должен означать какой-то невероятный прорыв. Но, тем не менее, сейчас уже коричневых черных поясов хороших, достаточно вполне, чтобы выбрать кого-то из них, с кем комфортно, с кем понашли общий язык, договориться об этом. И не впадая в лютые затраты, получить более-менее немножко ковыляющее, немножечко отстающее по времени, то, что это все, когда люди занимаются самостоятельно, они никуда не денежатся, они делают ошибки, которые они сами не замечают. Ну, постепенно, итеративно с этими проблемами надо справиться. Поэтому гости – это, наверное, самый лучший вариант. Ну, и периодически можно договориться, если это раз в месяц, да, то хотя бы тогда каждую неделю скидывать какие-то ключевые вещи. Да, вот мы теперь делаем так. Мало ли инструктор посмотрел видос пять минут и сказал, о, блин, а вы тут, знаете, эти чуваки, вот и косячите, вот захват не так, а так попробуйте, вы увидите колоссальную радиацию. Слову попробовали, действительно, запомнили, зафиксировали, но это придется прямо очень научно к этому подходить. Придется очень, такой, dedication, придется этому прямо отдавать очень много сил. Когда учишься вслепую, на ощупь, ну, тратишь на это в разы больше времени. Спасибо. Так, сейчас я еще это, фриксовскую традицию, надо трясущуюся камеру сделать, снять какую-нибудь нелепую хрень, неожиданно так, и тень от оператора. Вот, тень, тень от оператора. Здесь такая трош съемка, да? Ну, меня фрик спросили, как они снять, я пытаюсь. Вот, все, и какую-нибудь глупую шутку. Глупую шутку пошутить? Все. Сань, а ты, Сань, а ты уже все? Сань, а ты, Сань.